Добрый день! У подножия горы Дайго, это, в общем говоря, в самом центре Киото, растет конфетное дерево. Обычно конфетные деревья очень высокие, и достать конфеты весьма трудно. Как говорится, видит око да зуб не имет. Но сегодня, 23 ноября, очень сильный ветер, и много конфет нападало на землю. Так что можно собирать конфеты с земли и есть. Что такое конфета конфетного дерева, или, как называют ее по латыни, хавения дульцис, из семейства крушинного? Это очень странная штука. Настоящий плод хавении – это сухая коробочка. Но плодоножки, основания плодов, увеличиваются в размере и делаются сладкими. Можно аккуратненько плоды снять, а плодоножки – жевать. Они имеют вкус изюма. Забавный, интересный вкус. И много таких конфет в японском лесу в конце ноября. Растения культивируются. Время от времени вы можете увидеть водоножки хавении дульцис на рынках и в культуре. Но вот это вот дикое растение, оно растет как нормальный компонент японского леса. Летом его довольно легко узнать по интересному желкованию листа. А сейчас, осенью, по вот этим вот черноватым конфетам высоко в кроне дерева. В растительном мире такой случай, когда плоды несъедобные, а плодоножки можно есть, встречается довольно редко. Похожий пример – это кэшью. Кэшью, правда, съедобен дважды. Мы обычно любим есть кэшью орехи, но есть еще и кэшью яблоко. Это вот яблоко кэшью – это тоже сочная сладкая плодоножка. Поэтому у хавении похожая ситуация, только орешки несъедобные, зато плодоножки можно есть. А в кармане у меня двойной лист гамблей. Очень забавное японское растение. Мы тут играли в игру, пытались найти у гамблея обычно три листочка, но иногда встречаются одиначные и двойные листья, самые редкие двойные. Вот я нашел двойной лист гамблей. Конфеты, конфетного дерева и еще гамблея иннованс, такое забавное растение с переменчивым числом листочков в сложном листе. В Понском лесу около Киота сегодня, как я говорил, 23 ноября. Большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok